Друзья, всем привет! Сегодня будет короткое видео, но очень важное в части полива и сохранения орхидей. Чтобы орхидеи не погибли, особенно это важно тем, кто только увлекся орхидеями и не желает цветущие орхидеи какое-то время поливать, а хочет полюбоваться их магазинным цветением, ну и соответственно могут допускаться ошибки при поливе, которые приведут к потере корней, к болезни орхидеи, гниению орхидеи и возможной гибели орхидеи. Вот значит плюс мы сегодня польем две орхидеи, которые во вчерашнем видео мы с вами пересаживали, потрошили. Одну орхидею мы поставили на наращивание корней и две орхидеи посадили в стимулирующую посадку. По результату показанной вчера в видео орхидеи, которая 11 месяцев наращивала корни, будучи без корней, наращивала корни в стимулирующей посадке, не гниющей стимулирующей посадке, состоящей из керамзита и кокосовых чипсов. Вот значит я сейчас залью вот эти орхидеи и расскажу, как нельзя поливать орхидеи магазинные, чтобы они не погибли, чтобы они не сгноили корни. Так, ну для начала давайте я залью водички в наши вчерашние орхидеи, это у нас Беглиб. Я уже посмотрел, обещал вам узнать, что это за орхидеи. У меня уценка была, я делал в обзоре, в магазине делал обзор и она у меня была с заканчивающимся цветением этой орхидеи. Это друзья Беглиб шоколад, такой мраморный шоколад, вот напоминающий вот, сейчас я зацепился шнуром, вот напоминающий вот такую вот орхидею, но только Беглиб с такой с губой. Вот такая вот у нас орхидеечка, уценочка, вот она, я ее пометил. И вторая орхидея была, это вторая орхидея Аркс Рей, красоточка, которая уже у меня цвела долго, тоже магазинная покупка, магазинное цветение и она ни одну неделю у меня цвела. Вот так, ну что, вот так вот я заливаю одну орхидею, это мы сейчас поливаем замачиванием. Я уже рассказывал вчера вкратце, как это все делается на 2 третьих или на 3 четверти горшка, в котором посажена орхидея. Замачиваю, так заливаю воду и буду держать минут 30 точно, чтобы напитался керамзит. Вот, и чтобы как можно дольше этот керамзит отдавал влагу. И вторая орхидеечка, вот она, тоже сейчас я ее залью. И мы перейдем вот к этим орхидеечкам. Я на примере покажу, как нельзя делать ни в коем случае, чтобы орхидея не сгноила корни. Это очень важный момент. Так, сейчас я ищу воды. У меня вообще продолжается сегодня день полива, поэтому, пользуясь случаем, я хочу вам и показать. Потому что потом, когда полью, уже отложу на потом. А если на потом, то это опять уйдет время и опять я забуду вам, значит, сделать это видео. Так, все. Вот так у меня, значит, эти две орхидеи вчерашние ставлю. Все, пускай напитываются. Это, друзья, способ полива замачиванием. У нас на канале есть хороший плейлист, который называют, точнее, два плейлиста. Первый плейлист это просто полив. Там все, 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 связанное с поливом, что, где, как, почему, зачем. А второй плейлист называется способы полива. Вот там все возможные действенные способы и правильные способы полива орхидеи раскрываются, показываются подробненько все. Вот. Так, ну что, мы переходим вот этим двум орхидеям к важному на сегодняшний день. Значит, вот смотрите, две орхидеи. Кстати, они у нас под номерами. 327. Еще одна орхидея. Это орхидеи, выложенные мною вчера в анонс. Орхидеи, которые... Кстати, вот они, часть из них. Вот она. Вот. Красотки. Вот. Это, значит, орхидеи, которые у нас будут в новогодней раздаче в нашей группе. Орхамания ВКонтакте. Вот. Я их вчера показал, значит, фоточки их не выложил. Вот. И, в общем, кому интересно, вот, о чем речь, у нас ссылочка в описании под этим видео. Заходите. И там самый первый пост. В группе в ленте закрепленный. Все можете подробно узнать. Так. Это у меня пиниф. Я его сюда поставил. Показать, что вот этот пиниф я купил весной. Да. То есть, вот он с весны у меня стоит, цветет. То есть, он в магазинной посадке. Я сейчас просто на его примере буду все тоже показывать. Он в магазинной посадке у меня. Вот он. Уже заканчивает свое цветение. Ну, вот как вот эти бутоны он доращивать любит. Цветоносы раскрывать. Вот прям свеженькие вот эти вот два цветочка. Смотрите, какие красавцы. Прям насыщенный. Вот. Прям обалденный. Значит, вот он у меня несколько месяцев. Такой спокойненько стоит, цветет. Я его не пересаживаю. И правильно поливаю. Вот обратите внимание. Вот у него уж, кстати, начался рост корней. И вот сейчас его, в принципе, даже зимой, в середине зимы можно пересадить. Вот как только он закончит радовать меня, вот я его пересажу. Но чтобы он себя хорошо чувствовал, нужно правильно поливать. А правильно поливать это вот таким макаром. Посмотрите на грунт. Обращаю ваше внимание. Грунт состоит из коры. Такой, знаете, мелко-средней фракции. Но это кора, друзья. То есть, грунт хорошо... Сейчас я подыму. Грунт хорошо проветривается. Потому что не все знают слово аэрируется. То есть, вот такой вот он, видите. Кусочки коры. То есть, он не плотный. Как, например... Достану сейчас вам второй грунт. Как, например, вот этот. Вот. Наш Лас-Вегас. Растет. Вот у нее конденсат. Смотрите, какой грунт. То есть, это прям торф с кокосовым волокном. То есть, посмотрите. Он тоже у нас, кстати, растет. Его можно уже пересаживать. Вот. То есть, он у нас... Смотрите, какой. И здесь, внутри, здесь не кусочки. А прям вот торф. Мелкая такая субстанция. И вот, вроде бы, две магазины орхидеи. Да? Вот. Одна и вторая. Обе они цветут. Как и вот этот вот... Тоже, который у нас в анонсе на раздаче. Каменная роза. Сейчас я ее достану. Вот она. Вот она у нас тоже в декабрьской раздаче. Вот эта красотка. Так, чтобы вам все было видно. Хорошенечко. Хорошечечно. Вот так. Во. Значит, смотрите. Вот это вот две орхидеи. Они одинаковы. То есть, у обоих у нас грунт вот такой. Видите? Кора. Кора, кора, кора. А здесь у нас кокосовый торф и кокосовое волокно. И мелкая-мелкая фракция коры. Но очень-очень плотный. То есть, ну, это... Я не знаю. Вам видно, не видно. Но я надеюсь, что видно. Вот посмотрите сюда. И посмотрите сюда. То есть, абсолютно разный грунт. Правильно? Вот еще раз поближе давайте так вот поставлю вам для сравнения. Вот. Оп, чтобы не упало. Смотрите. Здесь кусочками. А здесь он плотный. Прям плотный волокнистый. Соответственно, здесь вот в этом грунте вода удерживаться будет больше раз. И капиллярное сообщение между собою вот этих вот кусочков грунта и фракции, в которые посажены орхидеи, будет лучше. Капиллярное сообщение. К чему я это рассказываю? Здесь хуже будет. К чему я это рассказываю? К тому, что вот эти две орхидеи нужно по-разному поливать. А если не хотите, чтобы орхидея... Это, кстати, частая ошибка. Лас-Вегасы, они очень хорошо поддаются гниению. Вот. И частая ошибка это неправильный полив. А какой именно? А такой, что вот именно этот экземпляр посажен в такой грунт и поливать его ни в коем случае нельзя замачиванием. Почему? Потому что здесь под основанием у этой орхидеи тоже находится кокосовый горшок. Ну, кокосовый стаканчик. И сама орхидея посажена в кокосовое волокно и в кокосовый торф. Здесь поливать нужно буквально макнули орхидею, опустили в емкость и подняли. Я сейчас все покажу. Это первый вариант. То есть не оставлять ее в воде замачиваться. Потому что очень хорошее капиллярное сообщение здесь. И вода максимально поднимется вверх. Даже если вы его на два пальца здесь окунете в воду и оставите на полчаса, на час, вода быстро поднимется вверх. Потому что капиллярно сообщаться в мелком, в мелком, в плотном грунте. Очень хорошо вода сообщается, поднимается. Она намочит кокосовый торфяной стаканчик под основанием. И внешне может уже просохнуть, а внутри будет очень долго просыхать, потому что грунт слишком плотный. А вот эти вот орхидеи можно спокойненько, вот с таким крупным, точнее не с крупным, а вот с таким вот грунтом. Видите? Еще раз поближе показываю вам. Он такой прям воздушный. Вот эти орхидеи можно поливать замачиванием на полчаса, на час, вот так вот на два пальца низ. То есть, чтобы не выше вот этой выемки была вода. То есть, ну может быть чуть-чуть повыше там, там на полсантиметра. Ну вот не более двух пальцев. То есть, на одну четверть. Ну я сейчас показываю как. А вот эту орхидею только быстро окунули, достали. Либо проливом по краю горшка. Сейчас я тоже все это дело покажу. Ну, для начала нам нужно вот эти орхидеи полить. Я вам сейчас поставлю их. Так, одна рука у меня. Ха-ха. Оп, сейчас я в штатив их вставлю. Опа. Вот так. И все подробненько покажу. Итак, значит, вот эти орхидеи у нас отправляются на свою исходную. Одна. Вот она, да? Так, какая у нас, какой стояла? Это у нас стояла красивая, да? Смотрите, какая обалденная. Вот. А если ее с пинифом, друзья, да? Вот так вот. Смотрите, как они друг друга дополняют. Вообще космос. Вообще космос. Пиниф вообще бесподобный. Очень люблю этот сорт. Вот. И прям жадный до него я. Но, к сожалению, редко у нас попадается в продаже. Так, вот сюда ставлю наш... Лас-Вегас. И ставим сюда наш пиниф. Он уже заканчивает цветение. Значит, смотрите. Как вот эти две я поливаю. Просто беру... Значит... Сверху беру по кругу, проливаю. Ну, это чтобы, знаете, корни, которые находятся поверх... Наверху на поверхности горшка смочились. Ну, чтобы не пересыхали. Все. Вот смотрите, вода снизу подымается. Хопа! Все. Вот. Два пальца оставил. Второй горшок. Вот так вот я наливаю воду. По периметру. Проливаю. Все. Опа! Низ. Видите? Все. Вот так вот низ. Оставим. А вот Лас-Вегас, друзья, я вам сейчас покажу. Так. Сейчас я водички набираю. Набрал воды. Все, друзья. Лас-Вегас поливаться будет у нас следующим, значит, образом. Первый вариант, значит, первый вариант, я уже говорил. Берем орхидею. Просто ее вот корни снизу. Берем, опускаем ее буквально. Видите, вода быстро-быстро набирается. И тут же все поднимаем. Все. Это первый способ полива. Опустили, тут же прям подняли. Не ждем времени. Все. Вот это все впитало воды. Прям вот уже сразу, моментально стал тяжелый горшок. Это первый вариант. Значит, второй вариант. Просто орхидею по периметру по чуть-чуть вот так пролить по краю горшка, чтобы вода, стекая, смочила корни. Я не знаю, видно вам? Я думаю, видно. Так раз и все. Все. Вот это второй вариант. И орхидея полностью напиталась. Но вот эти оба способа, они не дают возможности нахлебаться водой вот тот стаканчик, который находится под основанием. Вот. И если он нахлебается водой, он очень долго будет просыхать. Вот. И начнет раньше времени из-за отсутствия аэрируемости разлагаться, привлекать насекомых, вредителей, что может привести к гниению. Разложение, гниение корней, основания орхидеи. Ну и все вытекающие отсюда последствия. Слушайте, ну просто обалденные, да? Вот. И каменная роза у нас тоже красотка. Она тоже у нас в новогодней раздаче принимает участие. Вот такая вот. Посмотрите, какая прелесть. Слушайте, ну она, наверное, тоже будет хорошо смотреться вот так вот. Смотрите. Уф-уф-уф-уф-уф. Фантастика. Да. Вот это красота, да, друзья? В общем, не допускайте таких ошибок орхидеи с такими грунтами. Ни в коем случае не замачивайте. Но это, друзья, моя рекомендация, как бы. А там будете, не будете, это, как говорится, каждый сам выбирает судьбу своим орхидеям. Все, друзья, вот такое вот сегодня коротенькое видео. Всем хорошего настроения. Заходите к нам на огонек в Архаманию и присоединяйтесь к нашим к нашим ежемесячным праздникам. Орхидейным праздникам. Все, друзья, всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока. Всем пока.